Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Я продолжаю на уровне сложности божество за Испанию играть в Seedmare Civilization 6 на гигантской реальной политической карте Земли. Рекомендую начать просмотр с первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео. Всегда интереснее с самого начала смотреть, и вы поймёте, почему я выбрал те или иные цивилизации, за которую играю, против которой играю. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу в вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку большое. Давайте продолжим. В общем, у нас тут проблемы с расселением, потому что места тупо нету, подселяют поляки. Хорошо, ещё Англии некуда плыть, в общем-то, селиться пока, но зато мы вышли в Золотой Век. Давайте решать, что нам тут взять, уже без моей милой мордашки. Смотрите, вольнодумство вряд ли у нас заработает. Хотя, ну то есть бонус соседства Центра коммерции гавани даёт не только Золотая Наука, я вряд ли думаю, что мы успеем за этот век построить вообще гавань. Ну может быть к концу только. Ну а зарение дополнительно 10% стоимости технологий. Да, приятно, но исход евангелистов точно не будет работать. Я бы, возможно, взял монументальность чисто для того, чтобы попробовать за золото и веру покупать поселенцев и строителей. Тем более, что они будут стоить дешевле. Я надеюсь, что у нас заработают всё-таки караваны более-менее. Так что давайте возьмём монументальность. Два хода до судостроения у нас осталось. Как раз, слушайте, мы тут как раз открываем поселенцев очень вовремя. Ну, наверное, этим мы пойдём... Я даже не знаю. Ну, этот, понятно, либо сюда, либо сюда надо. Этого поселенца мы сюда поведём. Но вопрос вот с этим. Сюда или... Наверное, всё-таки сюда, чтобы рядом с глазом Сахары поставить. И, конечно, вот этому поселенцу потребуется... Очень потребуется... Петра. Но я боюсь, что тоже нам никто не даст её построить. Так, давайте я пока отойду. Надо этого дуболома довести до Матерхорна. Так, тут после судостроения пойду в Орошение. А потом уже в навигацию по звёздам. Потому что у нас без счастья мы тут будем очень долго тусить. К сожалению. Так, ну, пришло время теперь Россию встретить, в общем-то. Давайте посмотрим, что там было с этими... Так, подождём. Подождём открытие плантации. Что там было со Швецией? Почему они больше не поставили городов? Интересно, прямо. Так, ну всё. Будем что-нибудь тут менять. Ну, на поселенцев точно надо. И на лояльность тоже точно надо. Так что пока ничего не меняем. Поехали дальше. Я бы ещё, конечно, вот это хотелось бы, очень пшеницу ещё эту выкупить. Чтобы уже точно тут Севилья росла по максимуму. 50. Наверное, стоит покупать. Ещё подумаем, на что нам... Ну, янтарь сам выкупится. Ну, давайте так и так сделаем. В следующем ходу можно будет уже плыть. Наверное, стоит сразу ещё одного поселенца строить. Здравствуй, матушка Россия. Давайте глянем, сколько... Ну, явно Россия себя тоже неплохо чувствует. Хотя, как ни странно, вообще в лидерах у нас показывают вообще зулус. Ну, если не открывать, конечно, дерево технологии и не царить, что Вавилон уже, типа, в Средневековье. Причём где-то вот здесь. А в чём он может быть? Учёного он не брал. Да. А, интересно, в чём Вавилон тогда, в Средневековье, вышел. Причём он в каких-то этих техах. Неужели феодализм? Да не может быть, что он феодализм открыл. Нет, феодализм никто не открыл. Акведук. Моган Акведук уже построить. Древние стены. В принципе, вот это реально. Фига себе. Может, если у него есть уже... Ну, не видно у него селитры. Давайте глянем, сколько городов у России. Где тут Россия у нас? Четыре. Петербург, Астрахань, Истокгольм просто отвалился по лояльности. Прикол, конечно. И, кстати, Россия больше никого не встретила. Так, меняемся местами, чтобы тут горная подготовка тоже дали. Странно, вот, что не показывает вообще никак, не отмечено наличие прокачки горная подготовка. То есть, я не могу посмотреть, была ли это до этого прокачка или нет у юнита. Так, ждём открытия судостроения. Тут места хорошие, конечно, ещё в Африке. Ну, я вижу путь такой. Либо мне идти в морские юниты и забирать Англию, либо идти в наземные и забирать Поль. Точнее, не либо, а кого-то первого забирать, кого-то второго. Только так. Так, тут ждём. Блин, ну, надо. Тут все эти ресурсы надо забрать, чтобы Лондону не достались. Ладно, давайте выкуплю. И пошла калинка. Е-е-е. Е-е, бой. Кто скучал по калинке? Как это сказать, ставьте лайк, у меня скорее вопрос, а чё это вы скучали по калинке? Так, ну у нас в Африке только ещё Эфиопия не встречена. А Эфиопия у нас где-то тут тусит. Странный, конечно, вот так вот вытянутый Африканский этот Можно было бы немножко и поменьше сделать Мне кажется Делегация из Египта Делегация из Польши Ну, надо сначала, да, открыть орошение Потом гавани везде построить Прибыла Лян О, закончился Вовроцлав Так, ну надо в Лондон отправлять Ой, в Асуан даже еще больше Как там по золоту? Во, в Асуан Там еще и еды, дофига Точно, это же Египет Давайте сначала в Асуан Отправим, надеюсь Вавилон не быстро его вынесет В Египте вообще еще Города есть или это последний? Да, это последний Пошли зулусов найдем Три хода поселенец Два хода Ну вот тут расселимся Тут дальше просто некуда Селиться мне В принципе эти все ресурсы Забираем Тут Севилья растет Более-менее Может поменять Пингалу Слянул Пока нет Пока нет Ну вот почему вот тут Вот тут Город Швед Не поставил И никаких варваров нету Чтобы у него захватить Этих поселенцев Понимаете? Очень странно Посягаете на область Влияния Англии Интересно Вот Теперь у нас На другом континенте Слушайте, она во-первых Дают сразу На другом континенте Рабочего А во-вторых У нас на другом континенте Не на одном Конституции Вашей первой столице Они получают Плюс 25% Производства Для строительства районов И обучения рабочих То есть здесь районы И рабочие Будут строиться быстрее Все религии уже основ Нет, кстати Еще одна есть Но я начну Со священного места Здесь как ни странно А нет С монумента Какого-то священного места С монумента, конечно же Что нам рабочим Тут обрабатывать? Да нечего Можно, кстати Холм Построить Шахту построить На холме Наверное, все-таки Будут проблемы С Англией В итоге Вавилон войну Иерусалиму Объявил Вавилон Воюет со всеми Смотрю Так, теперь плантации И Берем Нужна ли мне античная республика? Я нету ни одного района Пока что Я думаю, нет Давайте начнем с олигархии У нас нету ни одного района Так Наверное, содержание юнитов Пока поставим И Покупка клеток Деньги Наверное, просто Производство Добавим Первый посол Два влияния Это пока не используем Ну, это исторично Вавилон захватывал Иерусалим Это было Это даже в Библии Сказано Так, этот сюда Значит Тут мы обрабатываем Ну и надо рабочих делать Раз у нас плантации теперь есть Потратить ли мне Веру на покупку рабочих? Наверное, да Наверное, да Это быстрее будет Чем их строить Так, ну и где тут Город Зулусов С которого они строили Трирему Амбар Священное место Правительственная площадь Кстати, что с правительственной площадью Вообще непонятно Где ее ставить Честно говоря Слушайте, я бы тут Еще и построил Поселен Рабочего на самом деле Так, дальше Пока пойдем Ванпост варваров Да, вот это Откроем Мы это не можем ускорить Никак Блин, уже флотоводец У Англии есть Он может выкупить Эту клетку Тут, кстати, надо бы уже Ну, следующим ходом Поменяем Может мне тогда Фигачить галеры Поставить карточку на галеры Это будет В будущем Ну Священное место Как-то рано Еще строить Здесь Не знаю Мы че Пикчук Кто-то построил Так Тут Обрабатываем Винище Жалко Вот жалко Сырю на рту Что не успел ее Ну, нам только еще Янтарь остался Из тех Не двойных Оливки, кстати Тоже уже работают Сами по себе Потому что у меня город На оливках стоит Так, если я сюда пойду То я перекрою Проход По селенцу Не знаю Лисопилки Что-то Ну, ладно Тут надо Пропущу ход Просто пойдем За поселенцем Сюда И будем Тут Шахту Тут Обработаем Овец Ох, вот Какой флот У Зулуса Внезапно А что это Зулус Во флот Ударился Может мне Имеет смысл Тут тоже Что-то заселить Зулус Далеко Я, честно говоря Думал, что тут Будет Египет С Эфиопом Все Заселять Нет Вино я не буду Продавать А что, у меня Два вина Нет, так, слушай У тебя вон Вообще-то Алмазы есть О, кстати Они наконец-то Починили Сделать сделку Равной Так Ставим опять Плюс 100% Наверное Две единицы Лояльности Можно убирать Пока за гарнизон У меня По идее Сивилия Должна Уже Нормально Стоять Ага Все Дальше Тут не проплыть Ну План простой В Каравеллы И сносим Сначала Все-таки Англию Потому что Так Польше Тяжеловатый Проход Кстати Да Здесь город Без шансов Среди Минус 20 Лояльности Там Ничего Не поставишь Так Давайте Наверное Тут Шахты Сначала А потом Сюда Вино Потом Туда Янтарь Заодно Ученичество Ускорили Так Тут Сюда Идем Тут Сюда Идем Плывем Искать Азию Или Может Вернуться Все-таки Ждать Апгрейдов Каравеллы Чтобы Уже Все Вместе Так Нам Несомненно Нужно Вмер Канзилизм В первую Очередь Ну В меркантилизме Испания Может Сразу Можно Открывать Да При Открытии Меркантиля Флоты Армады Сразу Можно Создавать Давайте Смотреть Что нам Надо Ускорять Чудо Света Не Удастся Открыть Строительство Вполне Возможно Исторические Хроники Два Кампуса Вряд Ли Сейчас Станете Целью Объявления Войны Чего-то Никто Не Хочет Объявлять Шесть Ферм Вряд Ли Довести До Десяти Вполне Возможно Среди Четыре Торговых Пути Тоже Надо Рынок Вряд Ли Потому Что Будем Гавани Строить Но Деньги Нам Все Надо Открыть И Кампус Надо Тоже Открыть Даблины Железа Надо Открыть Давайте Навер Сначала Железо Потом Деньги Как-то Так Дальше Нам Надо Бы Как-то Так Идти Для Этого Три Разных Спец Района Это Выполнимо Чудо Света Античности Геликар Нас Попробовать Даже Не знаю И тут Двигаю Двигавание Точно Построю Ежедневно Цодень Молюсь О Души Твоем Мудрость Пана Обрести Приятно Что Кто-то Беспокоится Но Ну Кстати Может И Продать Тут И Право Прохода Будет А давайте Это Мне Нравится Сделка Россия Объявила Войну Еревану А тут Есть Какой-то Проход Все равно Я думал Тут Все Уже Льды Так Выкупаем Обрабатываем Обрабатываем У меня Есть Еще Вино На Продажу И Торговать Ни С кем А вот Благовоние Увелона Отлично Для него Один Написано Он Наверное С ГГшки Какой-то Имеет Скорее Всего Так Тут Мы Сюда Идем Тут Сюда Строим Монументик Тут Высаживаемся Ага Тут Оазис И Тут Видимо Все-таки Кампуса Ничего Такие Будут Вот Тут Рыбка Давайте Наверное Поплывем Сюда Рыбку Янтарь И вот Выкупить бы Еще Цитрусовые Тут Нехватка Жилья Может Купить Амбар Просто В принципе Это Денег Нормально Давайте Я куплю Не ладно Поплыву Тут Я Поплыву Назад Все-таки Там Слишком Далеко Плыть До Следующих Цивилизаций Эти Просто Возвращение В родные Границы Так Ну Жили тут Пока Амбар Мне кажется Нет Сколько У нас До Гавани Два Хода Блин Ну Давай Тогда Война Или Галеру Лучше Давайте Галеру У нас Стоит Карточка На Галеры Просто Воины Это Конкистадоры Блин Я Не Поменял На Поселенцев Черт Что-то Я Тупанул Да Вот Это Я Не Прав Так Ну Четыре Хода У меня Карточка На поселенцев Стоит Ненужная Ваш народ Ленив И Бесполезен Цивилизация Которая Ничего Не Производит Скоро Будет Забыто Спасибо Вот Как Шведы Забыты Я Так Понимаю Еще Какое-то Чудо Построено Висячие Сады Галера 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 Давайте Наверное Еще Одну Галеру Я Думаю Что Нам Имеет Смысл Реально Галер Много Так К нам Англичанин Отправил О Даже Два А я С этого Что-то Имею Я Не Уверен Что Я Имею С этого Что Ну Да Ладно Пошли Янтарь Обрабатывать Реально Такой Проплыв В Скандинавию Я Не знаю Это Я К Мурманску Что Ли Подплываю Здесь Фига Тут Даже Какая Это Минус Лояльность Идет Это Классно Что Сразу Рабочего Дают На Другом Континенте Это Что-то Так Монумент А Давайте Монумент Строить Амбар Я Тут Куплю Да Слушайте Рабочий Это Вот Мощный Бонус У Испании Честно Говоря Так Давайте Думать Ну Тут Кампус Виден Кстати Вот Мод На метке Ведь Они Сразу Показывают Соседство Этого Района В принципе Тут Возможен Кампус Ну Или Здесь А Здесь Даже Нет Смотрите Здесь Кампус Соответственно Тут У нас Гавань Будет Так И Плюс Три Этот Кампус Для этого Города Этот Для Этого Ну Автоледо Наверное Сюда Поставим Соответственно Гавань Сюда Правда Гавань Только На плюс Два Нету Ни Одного Ресурса Не На плюс Три Потому Что Три Района То Есть Треугольничек Теперь Ну И Кстати Заодно Можно Тогда Священное Место Сюда Бахнуть Тоже На плюс Три Будет Так Вот Предварительно Так Поплыли Собирать Все Галеры Там Пока Один Ход Сама Добавится Эта Клетка Хорошо Так Ну Тут Отложим Один Ход Чтоб Гавань Начать Тут Я Все Так Хочу Галеру Построить Так Здесь Тоже Мой Монумент Какие-то Овечки Есть Ну Конечно Очень Много Пустыни Но В принципе Теперь Я немножко Себя Комфортно Чувствую В плане По Расселению Не знаю Стоит ли Мне Эту клетку Выкупать У Египта Так Пошли Гавани Сюда 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 Пойдем Питер Ага Тут уже Наверное Не будет Проплыва Вот Теть Точно Все Не Наверное Мурманск Тут Не Мурманск Где-то Тут Должен Быть В общем Если Вы Из Мурманска Скажите Где Вы Должны Быть Тут Можно Повыкупать Клетки Эту И потом Капельсинки Что По ресурсам Ну Слоновая Кость У Зулуса Да Есть Давай Я что-то Ему уже Торгую А Как раз Вину По-моему Торгую Отлично Так Довольство У нас Нормально Все Лакару Не утрачивает Сильно Да нет Уже Уже Никто Ничего Не утрачивает Все Все Норм Блин Что-то У меня Зарядов Дофига Этих Пойдем Наверное Шахты Вот тут Сделаем Просто Стоим Так Гавань Гавань Что у нас По городам Еда Производство Норм Еда Производство Тоже Норм На еду Почему-то Не стоит Еда Производство Город Как-то Слабовато Растет Кстати Ну В принципе Если Англия Так останется С двумя Городами То конечно Я ее Захвачу Потом Надо Посматривать На Польшу Будет А кораблями Можем пойти Еще и Стокгольм Захватывать Дальше Так Меняем Вот это На поселенцев Пока Еще Античную Республику Не берем У нас Нету Ни одного Района Создание Строителей Два Влияния Первый Нет Давайте Просто Два Золота Возьму Так Вот это Можно поменять На самом деле Но Галеры Пока Не буду Строить Давайте Тоже Пока Две Единицы Лояльности Поставлю Так Что С железом Есть Желез Я сюда Иду Как раз Его Обрабатывать Ускорена Обработка Железа У вас Пальмаси Не хватает Жилья Но Я На самом Деле Хочу В Лакаруни Купить Амбар Больше Чем В Лас Пальмасе Там Блин Все таки Египет Выкупил Клетку Надо Было Мне Покупать Возвращаемся Ага Сейчас Нету Клетки Выкупить Янтарь Пока Стоим Лесопилки Мы Еще Не Открыли Да И Вообще Фиг знает Когда Откроем Может Мне Ученичество Заглянуть Оно Тут Довольно Близко С Другой С Каменную Кладку Сначала Так Давайте Письменность Каменную Кладку Потом В деньги Пойдем Каменную Кладку Чтобы Стены Построить И Ускорить Экведуки Как Промышленная Зона Без Экведуков Не Очень Понятно Как Строить Так А давайте Этим Вот Тут Шахту Сделаем Тут Стоим Ждем Наличие Денег Чтобы Клетки Выкупать Что-то Иерусалим Не Берется Как И Асуан Почему-то Не Берется И 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 Берется То Так Вавилон Уже В Возрождении Я Смотрю Ну Видимо С Арбалетчиком Я Так Думаю То В Литье Скорее всего там катера кидает все-таки падает интересно так один ход может давайте сам присоединиться подождем так а здесь эта клетка смотрите это это же пока подождем не хочу тратить деньги на значит тут стоишь англичанин не хочу тратить деньги на выкуп клеток пока так тут тоже гавань сама клетка выкупилась ну короче севиль и это франция у нас мадрид это испания лакаруния ну не знаю давайте тунисом считать вас пальмас столеда как марокко асуан это ливия ваши люди жаждут познания и красоты почему потому что ты на божестве играешь а у меня нету не таких бонусов как у тебя почему тут обрабатывать нечего железо обработано может какие-то лошадей хочет так оливки я торгую все остальных ресурсов нету мне кажется египет точно какие-то ресурсы хочет продали на роде ник нету 4 вход давайте просто чтобы он против вавилона получше стоял так обрабатывать нечего тут холмы обработали дать его тут постоим какой-то первый город добавит этот холм я надеюсь обработаем его тут стоим ждем когда янтарь добавит кто-то есть гавань и мадрид растет пока да жалко конечно что права прохода почему нет жалко что на рыбацкие лодки пантеон кто-то забрал не хотят оливки за 14 вход это кстати интересно из-за права прохода давайте примем хотя вот сейчас можно и скауты сделать и пройти через польшу туда дальше так игры развлечения развлекательный комплекс ну я как я и говорил я планирую все-таки вот сюда квидук ставить а сюда промышленную зону чтобы потом на первых здесь венецианку сделать но для этого нам еще стены нужны караваны я буду просто покупать поэтому коплю деньги сейчас дешевле у меня стоят тут обработано давайте эти апельсины тоже подождем когда наверное сами а тут подождем когда мы сможем лесопилки строить у меня нету нигде двух специализированных районов а вот теперь кстати можно античную республику поставить так два золото строителей нет вера чудеса нет эти пока просто два влияния что пока не знаю куда отправлять послов и уменьшенное содержание юнитов картографию ускорили две гавани так сейчас в деньги идем там наверное инженерное дело как раз должен буду древние стены начать в мадриде строить и пас или блин в севилье конечно если кто-то будет нападать то на севилью скорее но это поляк по по земле тоже может еще англия по морю напасть прикол что гавань как бы отсюда идет получается то есть как будто не из лас пальмаса с берега испании так ну мы можем тут несколько промышленных производств устроить а именно вино и домино оливки еще янтарь сможем так а давайте наверно тогда высадимся реально на вине устроим наверное на этом я хочу что производство есть будет больше производства так больше торговых путей давайте посмотрим доступные пути на деньги из толеда в лондон и из лас пальмаса в лондон начну пожалуй из толеда торговца за веру покупаем да отлично видите какие там торговые путей за счет того что это на другом континенте в три раза мне денег и производство получается больше так а в мадриде я строю стены так в лакарунии монумент гавань плюс четыре но будет плюс пять в дальнейшем когда я построю науку научные когда кампусы построим так тут р пока на производство перейдем да все отлично ну ухты у нас тут белая пустыня оказывается так караван мой открыл ну скорее всего мы в темный век хотя подождите да 6 ходов я очень сомневаюсь что у нас тут много очков будет но я думаю что мы выдержим не не должны уже города отваливаться они вроде неплохо так растут у меня даже если польша будет золотом и англия тоже стану шоу тут никто не ставит город например например польша не вы что там какое-то такое влияние лондона что прямо невозможно ну вряд ли 30 я не пою почему существа и поляк тоже так не неплохо по науке валит полячка нашли еще в войне с россией до плохие отношения с вавилоном аузулуса война но это с эфиопией очевидно в лондон и 7 веры еще даже валит это все в шесть раз потому что блин все таки знаете это как коле между прочим так эти прикольно то есть англичан одна маленькая территория на месте франции осталось там будет решилие этот коле брать если бы у нас была франция в игре конечно так сейчас закончим стены можно будет как ведуку приступать тут достраиваем маяки 20 культуры но особо выбор небольшой либо здесь делать либо здесь игрок сивили это относить что я лучше а янтарь сушить а что янтарь для курс янтарь лучше я вот не по-моему он дает то же самое это тоже этот культуру не 25 процентов верну ну не знаю не давайте в мадриде это сделаем промышленное производство вина теперь будем всем вино разносить у тебя два благовония есть что ты не хочешь со мной благовонием торговать смотри как классно зачем мне право проход ты хочешь железо давай тебе вот так сделаем все так железо надо интересно что там в новом свете как идет развитие так бонусы от центра соседства кампуса купаять у нас нету кампуса и менять мы тоже ничего не будем оборонительная тактика пока мы тут идем в общем-то в меркантилизм даже быстрее чем торговая республика нам надо возможность армады и флоты строить так 6 ферм не получится до 10 довести до 10 ну в принципе мадрид дам мадрид может так три хода до акведука священное место кампус ну вот тут придется кампус строить эти непонятно вообще где правительственную площадь делать честно говоря возможно здесь как бы вокруг нее что-то поднастроить потом как бы себя захвачу раз два три да я захвачу лондон то как бы правительственная площадь будет в принципе работать на тот город все сможет тут какие-то районы тоже поставить предварительно так раз я тут хочу на научный кампус то очевидно надо построить строителя и убрать лес не хочу его покупать но мне кажется что пора уже пингалу или он местами менять что я тут сейчас строю рабочего но я как-нибудь обойдусь без одного заряда чтобы получить побольше науки блин подождите а может не все вилью я могу там другого губернатора к того же виктора предположим взять альян с аквакультурой мне кажется вопрос в лакаруни или в толед но выглядит как в толеда что в толеду тут очень много пустыни а вот тогда будут эти клетки обрабатывать давайте лян в толеда и все-таки прокачаю пока пингалу на науку а не губера в северную пока мы золотой век у нас идет можем как-нибудь потерпеть на это мы ничего не берем копим армады для того чтобы напасть потом на англию но это надо каравеллами и армадами именно делать как не захватывайте много земель говорит египет который с одним городом сеть вот хотя вы здесь вопрос а вот почему асуан не отваливается то есть отвалился стокгольм изначальная столица по что теперь это тоже считается столица египта но тут тоже есть влияние там стокгольм просто изначальная столица отвалилась так тут по-моему из лас пальмаса еще и злокоруние можно 5 злокоруние сначала купаем торговца так в севильи маяк тоже завершён может как правительственную площадь делать что тут с кампусом тут плюс 2 и тут плюс 2 но я бы наверное сюда надо будет кампус я бы там лучше священное место ставил что там священное место будет плюс 3 по моему до плюс 4 даже потому что может я правительственную площадь уже начать а если я буду правительственную площадь то вот здесь кампус на плюс 3 будет что я немножко ошибся с кампусом так ну наверно тогда этого рабочего сюда убирать лес а потом сюда болото и наверно правительственную площадь далее гавань готова 6 ходов маяк нет не буду покупать хай строится так у меня уже хорошее отношение с англией хорошее отношение давайте наверное с петром дружбу за объявим нам надо же с кем-то пилить ну и пока с англией потом мы конечно ее придадим просто на тот случай чтобы она нам не объявила войну у нас к ней караваны бегают именно красивые много денежков до газете города важно было поставить на другом континенте чтобы они давали бонус 75 науки узулус откуда он там вроде даже гор не должно быть в африке особо много нет оборонительная тактика вряд ли мне кто-то войну объявит также вавилансов вывел они египет со мной дружит и с египтом можно по хотя бы я асуан в принципе можно будет захватить и себя врослав захвачу а тут еще куда-то город влезет похоже вот сюда у нас влазит город с асуаном и в род словом окей так значит в лондон опять же ну не знаю наверное стоит с египтом дружить все таки так так это я тут хочу вырубить один ход до акведука давайте отложим на один ход тогда производства чего-либо ну акведук я хочу уже поставить чтобы ускорить что у нас ускоряется я забыл военную инженерию также ничего не строим правительственная площадь все все путем заканчиваем ход так тут вырубаем я сразу поставлю зал для приемов и стоит ли мне ли она аквакультура уже прокачивать наверно стоит иметь росту скоро там будет еще один губернатор для севилья не знаю еще кого он так тут откладываю как я и говорил так что там протестанье пришли протестанты и кати в родствах обращают но мне надо священное место будет все вели строить какое-то странное предложение нет пожалуй так есть строительство оборонительных зданий не хочу вот мавзолей в геликарнате конечно тоже было бы неплохо но мы начинаем с мадрида и акведука так дальше ученичество стрельба из лука верховая езда ученичество да и после этого уже идем картографию блин чудо античности в общем то вот мне геликарнас нужен как чудо античности но для него ж вот тут не хочу строить что там лучше кампус тут вообще негде ну тут опять кампус блин тут что ли в севильи построить да компьютер не особо спешит обычно не знаю рейну или магнуса тут соседство всего лишь на два ну и рейна быстрее добавляет клетка тут уже в принципе все вся то ну а мани мог что тут точно не нужны виду дайте дайте виктора на всякий пожарный мало ли там чего у польши в голове тем более плохо ко мне относится видите что я подружился с россией так как у нас тут 323 на 361 ну россия с польшей как бы ничья пока так соберу и болото тоже сразу давайте я амбар тут куплю и какой строитель от гавань еще строится подождите гавань еще строится так тут тоже вырубаем и акведук построен тогда давайте кампус нас хватит через два через три хода будет уже 10 жителей так что на промышленную зону у нас там хватит возможностей как раз госслужбы ускорим отлично так а что после госслужбы мне надо бы ускорить феодализм никак точно никак вот тут две фермы сделано да еще четыре фермы тяжеловато я честно говоря другой страны я могу купить рабочего он здесь две фермы деньги есть блин наверно стоит просто это ускорю это ускорю два рынка я не ускорю четыре пути ускорю великого художника не ускорю великого торговца не ускорю блин как-то меркантин блин мне нужно не очевидно нужна театральная площадь видимо тоже в севилье блин а тут слишком много а тут и священное место нужно пакт конечно поменять бы местами получается кампус сюда скорее отсюда театралку раз и геликар нас построил правда вопрос построили я его но мне культура нужна у меня очень мед мало культуры и за счет этого я медленно в меркантилизм буду выходить кстати появилась видите раньше не писала сколько ходов дружбы осталось наконец-то они это поправили втихаря теперь и на русском тоже пишет сколько ходов остается до конца дружбы и ладно пока так пойду так а что там протестантизм вообще дает 1 гэгэшков даже раньше швеции убили чем гэгэшку на хотя я не убили и просто по лояльности задавили в темный век вышел это интересно так ну как ни странно город держится то может быть и другие тоже а ну да все в темном либо нормальном кайф так наверное каждый город обращенный в это точно не работает каждый район наверно монументальность возьмем да я тут районы собираюсь строить чё увижу питер дайте на питер глянуть хотя знаете давайте уже в следующей серии все-таки вышли в средневековье я думаю на этом серию можно завершить давайте включу свою милую мордашку чтобы вы на меня посмотрели в конце серии вам хотелось вернуться ко мне на канал ради меня спасибо что смотрите спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных продолжение появится завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока